Каждый школьник знает, что математика делится на две части. Это алгебра и геометрия. Правда, в старших классах нам говорят, что есть еще теории вероятности и анализ. Но, как правило, все ограничится только изучением их основ. А вот в университете мы изучаем высшую математику. Ну, название это носит собирательный характер. И многие студенты достаточно быстро это понимают. А если мы с вами посмотрим в библиотеку универсальной десятичной классификации, то увидим основные математические дисциплины. Это математическая логика, теория чисел, алгебра, геометрия, анализ, теории вероятности, комбинаторный анализ, вычислительная математика, кибернетика, исследования операций. Ну, не так уж и много. Но если мы с вами развернем дерево УДК и посмотрим на него внимательно, то увидим огромное количество разделов современной математики. Их несколько десятков страниц. Неужели в мире найдется человек, который во всем этом разбирается? В первом выпуске по вашмату на канале мы с вами обсудили различия между школьной и высшей математикой. А тем, что когда открываешь учебник по элементарной математике, то вроде бы все понятно. А как только открываешь учебник по вашмату, буквы-то вроде те же самые, а ничего не понятно. По сути, то, что мы изучаем в школе, было известно 300 лет назад. Поэтому при переходе из школы в университет многие ребята теряются от того объема информации, который необходимо освоить уже в сентябре, причем в достаточно быстром темпе. В этом смысле разница между школьной и вузовской математикой поистине колоссальна. Давайте посмотрим на программу механика математических факультетов и посчитаем количество обязательных математических курсов. Их будет порядка 20. Ну, не так уж и много, если сравнить с системой ДК. Но и не то, чтобы мало, если сравнить со школой. И в этом выпуске мы с вами обсудим, какие именно разделы изучаются на математических факультетах. Установим взаимосвязь между разными дисциплинами. И нарисуем дерево вышмата. Ну что ж, начинаем с трех китов высшей математики. Это анализ, алгебра и геометрия. Математический анализ объединяет в себе дифференциальное и интегральное исчисления и изучает функции и их обобщение с помощью пределов. Но поскольку с понятием предела связано понятие бесконечно малой величины, то математический анализ часто называют анализом бесконечно малых. И по сути весь современный анализ опирается на классический математический анализ. Алгебру не строго можно понимать как обобщение и расширение арифметики. И здесь мы вместо чисел используем буквы и другие математические символы. Ну а в более широком смысле алгебра изучает алгебрические структуры, то есть множество произвольной природы. И здесь операции сложения и умножения заменяются на более общие групповые операции. Геометрия изучает пространственные отношения и формы тела. А аналитическая геометрия имеет с простейшими геометрическими образами. Это точки, прямые, плоскости, кривые и поверхности второго порядка. И основной инструмент для изучения это системы координат и методы элементарной алгебры. Анализ алгебры и геометрии это три столпа выше математики. Если у вас хромает какая-то из этих дисциплин, то возрастут трудности при изучении других разделов математики. Ведь уверенное владение любой наукой это изучение теории и практика. Рад сообщить вам, что в этом году к обучающим программам по мат-анализу алгебры, геометрии и комплексным числам добавились обучающие курсы по дифференциальным уравнениям, теории вероятности и рядам. Все они имеют практическую направленность. Вместе учимся решать задачи. Вас ждут уроки, домашние задания и моя поддержка на протяжении всего времени обучения. С каждым студентом я занимаюсь индивидуально. Подробности по ссылке в описании. Линейная алгебра это раздел алгебры, который изучает векторы линейные пространства, линейное отображение системы линейных уравнений. Также сюда относят теорию определителей, теорию матриц, теорию форм, тензорные исчислений, теорию инвариантов. Но современная линейная алгебра делает упорное изучение векторных пространств. Дискретная математика имеет дело с дискретными математическими структурами. Часто ее называют конечной математикой. То есть в этих задачах существует возможность полного перебора. И в этом смысле здесь очень важно уметь строить конкретные алгоритмы, эффективные с точки зрения вычислительной математики. И в УЗИ по дискретной математике мы понимаем в основном набор дисциплин, связанных с приложением к информатике вычислительной техники. Это комбинаторик, это целочисленное программирование, это теория кодирования, теория графов, теория автоматов. Математическая логика изучает математические обозначения, формальные системы, доказуемость математических суждений и природу математического доказательства в целом. В более широком смысле это логика по предмету и математика по методу. Ну и давайте поставим стрелочки от алгебры. И между ними тоже поставим стрелочки. Дифференциальное уравнение. В практических задачах часто не удается найти соотношение между двумя переменами, зато удается найти соотношение между скоростью изменения одной величины по отношению к другой величине. И тогда и как раз возникает дифференциальное уравнение. И в отличие от алгебраических уравнений мы здесь ищем не числа и не набор чисел, а функции или семейство функций. Е классами раздел математического анализа. Дифференциальная геометрия это раздел геометрии, в которых изучаются геометрические образы, в первую очередь кривые и поверхности, методами математического анализа. Наша с вами цель изучить их малые узкие. То есть мы хотим изучить свойства этих кривых и поверхностей в малой окрестности. И показываю, что это часть геометрии, но изучается методами математического анализа. А вот топология изучает свойства фигур и их взаимного расположения при гомеоморфизмах, то есть взаимооднозначных и непрерывных в обе стороны отображениях. Здесь ярко выражена идея непрерывности. И главной задачей топологии является изучение топологических свойств пространств или топологических инвариантов, таких как связность, компактность, размерность, фундаментальная группа, группа гомологии. Функциональный анализ. Это раздел анализа, который изучает бесконечные мерные векторные топологические пространства. Примером такого пространства может служить пространство функции. Анализ изучает теорию меры, интеграл, теорию функций, теорию операторов, дифференциальные исчисления на бесконечномерных пространствах. Теория функций и функциональный анализ. И ставлю стрелочку от математического анализа. Комплексный анализ часто называют теорией функций комплексного переменного. Это раздел математического анализа, который изучает функции комплексного переменного. Т, Ф, К, П. Уравнения с частными производными, также известны как уравнения математической физики. Это дифференциальные уравнения, в которых встречаются функции нескольких переменных и их частной производной. Уравнение с частными производами. Давайте нарисуем стрелочку. И здесь тоже стрелочку. Теория вероятности изучает случайные величины, случайные события, их свойства и операции над ними. Здесь самая главная идея, это по вероятностям одних известных событий попробовать вычислить вероятность других событий, как-то связанных с первыми. Итак, теория вероятности. Это раздел анализа. Математическая статистика это наука, которая систематизирует данные и позволяет делать по ним какие-то выводы. В первую очередь опирается на методы теории вероятности. Здесь наша идея, как по конечной ограниченной выборке сделать достоверные с нужной точностью выводы. Так, математическая статистика. И давайте стрелочку вверх. Случайный процесс, вероятностный процесс, стахастический процесс, функция времени. Это семейство случайных величин, индексированных одним параметром, роль которого чаще всего играет время или координата. Примерами таких процессов могут быть цепи Маркова, мартингалы, диффузионные процессы, броновское движение. Вариационные исчисления это раздел анализа, в котором изучаются методы нахождения экстремум функционалов, зависящих от одной или нескольких функций при разного рода ограничениях. К примеру, в дифференциальной геометрии при помощи методов вариационного исчисления находятся геодезические линии и минимальные поверхности. А в физике методы вариационного исчисления один из мощнейших инструментов для нахождения уравнений движений. Численные методы или методы вычислений это раздел математики, в которой задачи решаются в явном численном виде. То есть на входе мы имеем число или набор чисел, на выходе мы получаем число или набор чисел. Все эти методы входят как составляющие математических программ для персональных компьютеров и является неотъемлемой частью при подготовке инженеров технических специальностей. Соответственно, это идет от линейной алгебры. Линейное программирование это математическая дисциплина, посвященная теории и методам решения экстремальных задач на множествах нмерного векторного пространства, задаваемого системой линейных уравнений или неравенств. И в этом смысле задачи можно интерпретировать как свойства многогранников в нмерном пространстве, а значит их можно формулировать и доказывать геометрическими методами. У нас с вами осталась незаполненная одна клеточка и это теория чисел, как ее еще раньше называли высшая арифметика. Раньше она изучала свойства целых чисел, а сейчас изучают и другие числа, к примеру алгебраические и трансцендентные. И в теории чисел широко используются методы и алгебры, и анализа, и геометрии, и теории вероятности, и функции комплексного переменного. И очень важные приложения современной теории чисел это криптография, информатика и вычислительная математика. Давайте я нарисую эти стрелочки. Итак, от алгебры, от анализа, от теории вероятности, от геометрии, от теории функций комплексного переменного. Итак, то что вы видите, это не вся современная математика, это всего лишь подножие горы под названием современной математики. Вы скажете, ну вот же, я вижу вершину. И это не вершина. Я вас уверяю. Чтобы добраться до вершины, желательно освоить вот эти все разделы, тем самым вы закладываете фундамент для изучения более узких, более современных направлений математики. А локальная вершина под названием теория чисел, смотрите, как много методов из других разделов математики она использует. Так вот, в ней находится одна из проблем тысячелетия, гипотеза Риммана, о том, что все нетривиальные нули z-функции Риммана, комплексного переменного, лежат на прямой, у которой действительно часть равна одной второй. И если эта теорема будет доказана или опровергнута, то тем самым будет установлена истинность или ложность многих теорем о простых числах, которые, в своем доказательстве, используют эту гипотезу Риммана. Ну а что же дальше? Какие книги читать? В каком порядке изучать? Как выйти на передние края науки? Вопросы закономерные. Данное видео это первый общий обзор. В наших планах сделать серию выпусков по различным разделам высшей математики, с программой изучения, со списком литературы, с ответами на ваши вопросы. И в комментариях напишите, какой именно раздел высшей математики вас интересует больше всего. Я обязательно это учту. Кто досмотрел видео до этого момента, напишите слово «дерево» и вашу оценку данного ролика. Так я узнаю, кто смотрит мои видео до конца. С вами был Андрей Павликов. Увидимся на канале.